Всем привет! На связи Андрей Петровский. Сегодня я представляю своего собеседника. Это Антон Дрянечкин, путешественник, автор проекта «Реальный Бангкок» и исследователь Азии. Антон, скажи, пожалуйста, какой совет ты можешь дать начинающему путешественнику? Слушайте, совет очень простой. Если вы хотите начать путешествовать, просто начинайте. Потому что мир меняется, и если, например, сейчас у вас есть свободное время, то через два года его может быть не быть. Боится там какая-то работа, которая вам будет мешать уехать, или еще какие-то проблемы другие. То есть не надо откладывать на завтра, потому что время оно течет, его мало, оно очень быстрое. Дальше, если хотите начать путешествовать, готовьтесь. То есть можно поехать наугад, но, понимаете, тогда будете опять изобретать велосипед. То есть надо хотя бы информацию о стране читать. Надо читать других путешественников, ходить на лекции, смотреть. Потому что сейчас очень много путешественников, сейчас таких лекций проходит. И все-таки думать головой. То есть самый главный предмет, который вы должны брать в поездку, это предмет, который весит полтора килограмма. Это ваш мозг головной. Понимаете, что если вы едете в какие-то зоны боевых действий, это будет опасно. То есть вы должны четко это осознавать. Поэтому готовьтесь к поездкам. И не бойтесь, мир добр, мир изобилен. Если надо, вам всегда помогут. Потому что были случаи, когда у меня там не оказывалось денег в поездке, а мне еще месяц надо было ехать через весь Китай. Я ни разу не испытывал в чем-то нужду. То есть люди всегда помогают. Ну, как говорится, вы тоже не забывайте людям помогать. Антон, еще вопрос. Вот ты побывал во многих городах, во многих странах. Скажи, пожалуйста, чем, на твой взгляд, Ставрополь отличается от других городов? Слушайте, ну, для меня Ставропольский край, это, во-первых, родина. Я родился тут только не в самом Ставрополе, но это много родственников. И, наконец-таки, нашлись люди, которые реализовали лекцию, поэтому сюда приехал. Я несколько раз уже был. Хороший, типичный русский город. Южно-русский город. То есть он без всякой вычурности, без всякого какого-то вызывающего, кричащего декора. Он такой достаточно скромный город. Спокойный город. Но мне нравится то, что в Ставрополе такой большой кипящий котел. Тут и армяне, и грузины, и греки, и кавказские народы, пожалуйста, кто угодно. Это все достаточно мирно уживается. Мне вот это нравится, потому что я люблю изучать всякие народы, и как они взаимодействуют между собой. Вот для меня Ставрополь это и представляет. Все, отлично, спасибо.